Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин Сегодня тема лекции уроков совершенно интересная Человек пустой из-за перенапряжения Какой пустой? А он чувствует себе пустоту Вроде бы тело на месте, и руки вроде работают, и ноги ходят, и голова вроде бы адекватная А вот пустота внутри, которая не дает человеку сосредоточиться, не дает человеку анализировать Не дает человеку воспринимать мир такой, какой он есть Человек что? А он своим психическим переутомлением просто истощил свою, либо раздал свою энергетику направо-налево Благодаря, там в скобках, благодаря своей работе, своему ответственному, скажем так, положению, в котором он дорожит Где он услужливо работает начальству, либо он получил должность И, конечно же, на сегодняшний день сами работодатели из людей делают своеобразные работников зомби, зомбилу их ответственной работой Прямо делая с этого какую-то работу, что она весит тонны золота А человек получает хорошие, при этом человек настолько перенапрягается из-за своей ответственности И многие пользуются, что человек ответственный Что человек потихонечку истощает себя из-за перенапряжения Вот и все Некоторые люди истощают себя из-за перенапряжения от неправильного образа жизни Так что меняйте образ жизни Некоторые люди себя истощают от хронических болезней Эти болезни настолько перенапрягли человеку, что человек срывается Он часто срывается, потому что он не может выйти с этого состояния Ему хочется тоже распахнуть крылья, вдохнуть глубоко грудью и пойти погулять, либо полететь А он не может Он должен ползать, потому что болезнь не дает ему это Отчасти человек сам виноват Потеря эмоционального равновесия Помните, эмоции – это двигатель нашей с вами жизни и культурного центра человека Нет эмоций – нет человека Человек без эмоций – это ходячий, скажем так, зомби Вот и все Что человеку нужно искать? Эмоции Положительные, отрицательные Как сказал один мудрец Если ты не улыбнулся в день хотя бы раз То твой день прошел зря Поэтому частенько улыбаемся Не натягиваем лицемерную искусственную улыбку А делаем это прежде всего искренне Психические перенагрузки Само слово психика, развитие Человек развит настолько, насколько он может усвоить себе ту жизнь, которая его окружает И тот мир, в котором он находится И он пытается в этот мир себя, скажем так, внедрить Но не всегда люди взвешивают свои возможности И психическими перенапряжениями Что? Своей, скажем так, не недоразвитостью А невосприятием То, что ждет его впереди То есть человек не видит на 2-3 шага вперед Свою судьбу и свою работу Он может себя истощить Думает, меня хватит, хватит, хватит А его хватило буквально на полгода А потом все Все деньги уйдут на лечение, которое он заработал Потому что здесь нужно взвешенно подходить Чтобы не перенапрягать себя Ну и, конечно же, перенапряжение Что грозит? Истощению центральных нервных систем Частенько перенапряжение сопровождается Слабостью, сонливостью, вялостью и раздражительностью Человек может раздражаться по любым пустякам Почему у него нет энергии? Нет Вот с помощью точки ВЦ4 Гуань-Юань Которые находятся ниже пупа на Трицунья Вы можете что? Поддать эту энергию Дать человеку то, что он истощил Но здесь человек должен уяснить Смотря, просматривать данное видео Что вы не имеете права злоупотреблять данной точкой Вот мол, значит, я сегодня поддам энергию А, ну, у меня энергия появилась Я быстренько ее выкину, заработаю бабла Нет-нет-нет Точка тоже разумная, скажем так Разумный мир, который живет внутри нас с вами Если вы будете злоупотреблять точкой Она вам злой породит Поэтому не нужно это делать Всегда нужно свеженно подходить к любому лечению Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!